В Министерстве иностранных дел России вызвало удивление вчерашнее заявление заместителя официального представителя Государственного департамента США Марии Харф, в котором она вновь попыталась безапелляционно и голословно утверждать, что в июле прошлого года самолет малазийских авиалиний был сбит с территории, контролируемой ополченцами Юго-Востока Украины. Такую упертую позицию администрация США демонстрирует с первых дней после катастрофы, невзирая на все новые появляющиеся свидетельства, говорящие об обратном. Это выглядит особенно бездоказательно на фоне убедительной пресс-конференции, которую провели 2 июня специалисты концерна ПВО «Алмаз-Антей». Странно также, что в Госдепартаменте так уверенно ручаются за непричастность вооруженных сил Украины к крушению, как будто уже год назад за каждым украинским комплексом БУК стояли американские инструкторы. Россия с самого начала призывает к всестороннему и честному расследованию причин трагедии малазийского Боинга. Если Соединенные Штаты Америки располагают данными объективного контроля со спутников или авиационных систем предупреждения и управления АВАКС, то их следует обнародовать. То же самое касается записей переговоров украинских диспетчеров с военным сектором. Наши настойчивые требования их опубликовать упорно игнорируются. Многие другие вопросы тоже остаются без ответа. Это еще раз подтверждает, что Киеву есть что скрывать. Печально также, что в Госдепартаменте продолжают унизительно называть сепаратистами жителей Донбасса, которые из-за репрессивной политики киевских властей вынуждены сражаться за свои гражданские, политические, экономические права и за само право на жизнь. Видимо, в Соединенных Штатах забыли собственную историю борьбы за свободу, раз пытаются отказывать другим в их законных правах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok